Всем привет! Доброе, очень дождливое и раннее утро! Мы с вами в Париже, около Люксембургского сада, и идем сегодня гулять. Так, мне бы как-то вот так снимать под зонтом. Первым делом сейчас бежим любоваться на Глицинию и на Нотр-Дам, потому что давно там не были, нужно проверить. Началось там строительство шпиля, как нам обещали или нет. И да, потом, оу, потом грандиозные планы, потому что мы идем в книжный салон. Идем мы таки около Люксембургского сада. Кто такой Леум Муне? Вообще ни разу не слышала. И, ну, Люксембургский сад мне все сразу пояснил. На афише так и написано брат художника и коллекционера. Ну что ж, спасибо. Говорила я вам в предыдущем видео, что мне придется достать мартинцы. Ну что ж, как в воду глядела? Чек. Как вам такой чайный сервиз для куколок. Сколько он стоит? Бесценный. Надо же, здесь даже нет очереди. Наверное, еще закрытший Экспирант Кампани. Экспирант Кампани не меняет свою политику. Если честно, у меня какое-то ощущение, что сейчас октябрь. Книжные магазины, уютные лампочки вот тут. Не видно. Сейчас покажу. Горят. И, в общем-то, идет дождь. Ну что, Нотердам стоит. Работ отсюда по шпилю не видно, но мы обойдем с другой стороны. Может быть, там будет виднее. Ну что, не видно, чтобы там очень много людей занималось строительством, если честно. Огромные леса, но, в принципе, на них никого. Но льется такое дождище. Не знаю, видно ли вам, но даже вот по зонту видно. Поэтому неудивительно. Но, надеюсь, что все-таки в ближайшие дни они действительно начнут заново строить шпиль. Вы просто не представляете, какой нас ждет облом. Помните этот прекрасный ресторан, на котором буквально дождем очень красиво не спадала глициния? они просто ее всю обкарнали все обрезали как так можно еще и в самый сезон цветения вот здесь остались какие-то жалкие кусочки но вот представьте себе что вот этот кусочек буквально по всей по всей по всей глицинии было раньше сезон а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы с вами бежим на книжную парижскую ярмарку Ни разу не была Как сказал муж, такое ощущение, что мы на Камиконе Только вокруг нет разряженных людей и это не Камикон Для тех, кто любит подписывать книги, смотрите, знакомые имена Новая книга Стивена Кинга, но на французском Не знаю, будет ли здесь английские издания О, Галимар и их, как обычно, оригинальные обложки Хотя стоит признать, что это, конечно, определенный стиль Но вообще в этом году приглашенная главная страна это Италия Поэтому... О, а там видно даже Эйфелеву башню Народу, правда, здесь я вам скажу Очень много О, смотрите-ка Доната Каризи Ну, правда, по-французски я его тоже читать вряд ли буду А вот Тану Френч Тоже надо будет как-нибудь взять Какое красивое издание Дневник Анны Франк И тут тоже народ стоит, чтобы подписать у автора книжку Ну что, мы вышли из книжного салона Внимание, без книжных покупок Вообще без покупок Да, на самом деле я, если честно, ожидала, что будет больше каких-то Интересных мне книг Например, я рассчитывала купить нового Кинга в оригинале Но здесь, кроме Алжира, Румынии и... А, ну, собственно говоря, Италии Других стран представлено не было Других каких-то издательств с другими языками тоже В общем, как-то скромно, на мой взгляд И было очень много народу Трудно было как-то определить, где какое издательство Где какие могут быть книги Так что, ну, в общем, ничего страшного Сходили, развеялись, немножко посмотрели Так что буду дочитывать камеру обскура Мне здесь осталось буквально страниц 20, наверное Кстати, не скажу, что это было как-то очень масштабно Потому что проходило это вот, то, что называется Le Grand Palais Ephemer То есть это такой временный Grand Palais Потому что обычный Grand Palais на реконструкции С 2020 года, с января Так что идем дальше Следующий наш такой пункт Это буланджери, где продаются лучшие багеты Ну, версии 2023 года еще, собственно говоря, не было То есть, получается, сейчас это лучшие парижские багеты Так что погнали, посмотрим и, конечно, попробуем И хорошая новость Перестал идти дождь Поэтому я могу, наконец-то, нормально держать камеру А не пытаться ее спрятать под зонтом А перебегаем дорогу на красный свет Такой странный дом Интересно, что находится вот в этом углу Ну, конечно, здесь огромными буквами написано, что они выиграли Взяли первый приз И да, я уже пару лет назад, мне кажется, или, может быть, в прошлом году снимала Как раз лучший багет тоже мы ходили, пробовали Смотри, какой размер у бисквит-фье Сколько там всякого хлеба стоит Так, мне сейчас не хватит На всякий случай напомню вам, что те, кто выигрывает первый приз за багет Потом целый год могут поставлять Точнее, не могут, а будут поставлять В президентский дворец в Елизе В Елисейский, собственно говоря, дворец Будут поставлять с утра багеты и всякую такую продукцию В общем, как вы видели, первыми двумя кусочками пришлось пожертвовать Все-таки я не приоритет здесь И давайте попробуем Багет еще горячий Он прям, прям руки сжет Муж прочитал мне лекцию, что я откусила от багета, а не отломила Я сейчас отломлю и съем Просто я хотела на камеру отпустить Ну, вкусный багет тебе бы нравился? Да Он прям горячий-горячий Ну что ж, там Глицинию не увидели Полюбуемся хотя бы здесь Мы сейчас идем в нашу вторую любимую столовую Первая любимая столовая это Пхатамо уже Вторая это Кожан Просто она по дороге Ну, посмотрим, если она вдруг открыта, чтобы пообедать Но мне кажется, пока... Ну, я не знаю Вдруг Мало ли Надо проверить Но, чую я, пока мы дойдем Багет просто закончится Покажи, сколько осталось от багета Просто... Просто вот, это все Дай кусочек уже Дай кусочек уже Дай кусочек уже Один на дорогу, а другой дома Это правда, надо два купить Так и знала, а? Да Ой, как мы тут удачно идем мимо Сириля Линьяка и его Мишек Но не будем поддаваться соблазнам Это, мне кажется, как раз история про то, что когда ты голодный и не пообедал Не стоит ходить в супермаркеты Магазины еды Хотя, конечно, когда проходишь мимо всяких лавок Всяких магазинов сыра Сразу хочется еще вдвойне все купить О, давайте заценим размер бутылки Чего себе Рукафа скейл Так, что у нас? Чикпи авокадо селан Оранж супер фуд Так Вот ризотто Это будет горячее А вон там еще куляй, сос, шипако Сумла Сейчас, мой хороший Так, это ризотто Так, что у нас здесь? Какие-то французские чипсы Так, там моя еда Покажу чуть позже Здесь шоколадный мусс Это все не мне И вот такой вот салатик Ммм, выглядит вкусно Ризотто с козьим сыром и фундуком Вон аппетит у кожана бамбуковые приборы Так, и давайте покажу вам мое блюдо Оно должно быть какое-то необычное Потому что это должен быть лосось Ой, очень горячо Так, здесь лосось Я вижу томаты Шпинат Конечно же, кедровые орешки И что вот это такое зелененькое Я не знаю Но где-то Ммм, надеюсь, что это вкусно Мы приехали на дождливый Ля-де-фанс А еще на Ля-де-фанс установили Вот такую вот коробочку С кроссовками Адидас Забавно, конечно Смотрите, в Ашане Теперь есть тихий час Воскресенье с 8.30 до 10.30 Здесь приглушают свет, звук Нет никакого парфюма И, в общем, вот так Для суперчувствительных людей Очень круто Такие семейные походы в супермаркет Самые сезонные штуки Спаржа Тортишоки Вот, нам нужны авокадо А вообще, вот главная причина Почему мы сюда пришли Это за, конечно же, стейками Той самой рыбой Которую мне в прошлый раз В прошлых покупках Мне доставили Нужно было купить Несколько продуктов Которые у меня закончились Вот эту штуку Я очень люблю Вот это Это маркер для бровей В оттенке Ash Brown А вот это я решила попробовать После того, как я сначала взяла Другой продукт Свой привычный Но там не было моего оттенка Я подумала Ну, возьму один посветлее Но, в общем-то, увидела вот этот В оттенке эспрессо Как раз тот, который мой И это какая-то новая, похожая формула Или, по крайней мере, для меня новая Я еще не пробовала Поэтому, вот, попробую Ну что, человек, который после этого Еще убирал в квартире полдня Заслуживает какой-то компенсации Guilty pleasure В виде Вок Америка Апрельский Да, раз в никогда Я их читаю И вот сегодня как раз тот самый Никогда И раз в никогда Я принимаю ванну Так, Candy Cane Это не моя Так, где мои? Вот это, мне кажется Одна из моих Сначала я смотрела Вот на эту Какую-то такую розовую Нежненькую Но потом Поняла Что я хочу Вот это Фиолетовое Блестящее Безумие Так, ну что Заканчивать это видео Будем уже в другой день Существенно, я бы сказала Потеплевшей погодой Хотя, возможно Несколько Прометчиво было Снимать на балконе Потому что Что-то все-таки Немножко прохладно Ладно, сейчас Плюс 17 Но как-то Без солнышка Знаете ли Ух, немножко Как-то свежо Но мы здесь не то Чтобы слишком надолго Дело в том Что я хочу Открыть С вами посылки Которые нападали За эту неделю И мне кажется Там будут интересные вещи Так, давайте сначала Откроем посылочку Сайхерб Напомню, что Они меня не спонсируют На всякий случай Но Если вдруг Вы хотите То у меня есть Код Который я Оставлю Внизу Он поможет Сэкономить По-моему 5, что ли Или 7 Не помню Сколько точно Вам Здесь, собственно Продукты Которые у меня Закончились И которые я должна Была заказать Потому что Это, собственно говоря Часть моего Ежедневного ухода За кожей Я показывала Вот этот продукт Это тоник От Елизавеки Называется Hellpore Cleanup И он с AHA Фруктовыми Кислотами Такая у него Мимишная Упаковка С какими-то Монстриками И он Действительно Очень круто Очищает Он Абсолютный Аналог Polos Choice Который Кстати Миниатюркой Сейчас стоит У меня В ванной И которым Я пользовалась Пока Вот эта посылка Ехала до меня Вот такая Вот здоровенная Банка Она действительно Очень круто Очищает Хорошая штука Не слишком Агрессивная Кстати От Polos Choice У меня Вот такусенькая Миниатюрка По-моему Там 30 что ли Миллилитров Она очень Маленькая И стоила Она по-моему В районе 16 евро И столько же По-моему Даже чуть меньше Мне стоила Вот эта вот Бадья В которой 200 миллилитров И вторая штука Которая есть В этой посылке Это вот такие вот Патчи Очень классические От Petit Fe Мне кстати Очень сложно Всегда говорить Это название Потому что Вообще Это Petit Fe То есть Такое Скажем Офранцузивание Корейской маркой Название Не то чтобы Удалось на 100% Но это Обычные Улиточные Патчи Гидрогелевые Вот такие Вот они Золотого цвета Мне кажется Сверху Тут мембрана Будет Да Тут сверху Пока мембрана Поэтому я не смогу Достать показать Дело в том Что у меня еще Не закончилась Предыдущая баночка Предыдущие У меня такие Фиолетовые Они с Агавой Тоже От Petit Fe Странно Это как Говорит Ну не знаю Например Маленький Фея Вот примерно Так это звучит По-французски Маленький Фея Ну ладно Не будем придираться Продукт хороший Мне нравится Да Здесь есть Вот такая Лопаточка Чтобы удобно Было доставать Патчи Из упаковки Поэтому я Это сразу Беру в холодильник Хоть и на вырост Скажем так На будущее Но тем не менее Еще у меня пришли Две посылки С Амазона Так Во-первых Мне пришла Вот такая вот Коробочка В которой Находится Термокружка О да Дело в том Что такую же Я дарила мужу Не помню На какой-то Из праздников По-моему На Новый год В качестве Этого из подарков И вот Решила заказать Себе такую же Он Очень доволен Она действительно Кружка Не проливашка У него Такая матово-черная А у меня будет Вот такого Вот Мраморного Что ли Оттенка С серой крышкой А у него Полностью Черная И матовая Жалко Только что Не матовая Я бы хотела Матовую Давайте пройдем Следственный эксперимент Сейчас я сюда Налью воды И Протестируем Именно Эту кружку На герметичность Потому что Зачем мне нужна Кружка Которая Будет мне чай Или кофе Разливать Везде Правильно Так Все здесь Закрыто Проверяем Ну что ж Ничего Нигде Не капает Не льется Одобряем И еще Две штуки Которые я заказала Это на самом деле Книжки Тут оказалось Что закрывается Точнее Уже все Закрылся Пару дней назад Закрылся Book Depository Это был Мой любимый Английский сайт На котором Я покупала Книги Собственно говоря На английском языке Терри Пратчета Вот эту вот Красивую Которую я собираю И в общем-то Все Они закрылись Навсегда Поэтому я в панике Побежала на Амазон Искать и заказывать И мне кажется Что они Часть своего стока По крайней мере Отдали Амазону Потому что Теперь Некоторые книжки Маркированы Как продавец Амазон Хотя раньше Был Book Depository Собственно говоря Отправитель тоже Амазон Поэтому я сразу Заказала себе Две следующие Книжки В серии Потому что Они были А нет Не две Три Еще одна Ко мне не приехала Но приедет Чуть позже Ладно Покажу уже В каком-то Из ближайших видео Ну а пока Два следующих Томика Вот такая вот Красота Очень кстати Действительно Красивые Подходящие Мне сегодня Оттенки Вот эта Следующая Это Эрик У меня ее не было Она действительно Очень-очень Почему-то редкая Ее сложно найти Эрик Собственно говоря Это серия По-моему Про волшебников Но я не уверена Возможно Это вообще Какая-то отдельная серия Но это про сундук Волшебный Который Непростой Сундук Конечно же И который путешествует С волшебниками В общем Это нужно читать Отдельно серию Про плоский мир Чтобы понимать Что это за персонаж Но это один из Мне кажется Классных персонажей А следующая Это серия Я так понимаю Про богов Называется Маленькие боги Small gods И в общем-то Эту под серию Я пока вообще Не читала Поэтому ничего Не могу сказать Но Вот такие вот Два Потрясающих Я считаю По оформлению Томика Дальше В мою коллекцию Кстати мне придется Переставить Эти книжки Вот эту серию На полках Потому что Она просто-напросто Перестала Вот так вот Горизонтально Вмещаться на полку Поэтому придется Мне ее поставить Вертикально А другие книжки Положить сверху Вот я говорю Про эту ситуацию Даже две книги Как вы понимаете Сюда больше не поместятся У меня еще там Третья едет Поэтому Придется видимо Немного менять Конфигурацию Так что возможно Это будет поводом Как раз для того Чтобы снять вам Хорошая мне кажется Идея Напишите Хотите ли вы Такой кусочек Видео Снять вам Именно эти книжные полки Где стоит вот эта серия Там много интересных книжек Вот как раз Мне кажется Да Хороший повод Как вам такая идея Пишите в комментариях Ну а на сегодня Я тогда буду с вами прощаться Надеюсь Что сегодняшнее видео Вам понравилось И да Как обычно Встретимся в новом видео Уже совсем скоро Обнимаю всех виртуально Надеюсь Что у вас всех Все максимально Хорошо И да Пока Пока